...автопилотируемым, к сожалению, состоялся тот единственный полёт, как сказано, должен быть автопилотируемым. Здесь есть некоторые детали, оригинальные детали, часть закрылок с бурана, это специальный сплав, можно потрогать, сверхпрочный, сверхлёгкий. То есть тоже разработки наши инженеры, то есть проектировали абсолютно все детали в пользу советского производства. Здесь у нас имеется схема, наложенная на Space Shuttle, серого цвета вы можете видеть, и сам наш буран красного. Видите, насколько форма схожа, до сих пор споры ходят по поводу того, что кто у кого украл вообще идею, дизайн самого корабля. Но разница всё равно была в том, что мы использовали свой специально спроектированный двигатель ТРБ-170, он работал на жидком пакетном топливе. Американцы использовали твёрдое топливо, водородный кислород на второй ступени. Дело в том, что наше топливо, оно вырабатывало больше энергии, оно вырабатывало больше затраты на то, чтобы вывести корабль. Спасибо. Для удобства можете сесть в центре скамеечки, располагайтесь. Меньше, чем через минуту, начать за небольшой конкурентель. Так. Шестерланд Шестерланд Продолжение следует... Во времена.... и у вас огромен и прекрасен это будущее человечества тысячи лет назад наши ветки научились строить дома в двадцатом столетии люди создавали огромные города с небоскребовыми дотянувшимися до облаков пришло время подняться еще выше и создать поселение с облаками антиподный бомбардировщик эйдена зенгера конструктор имя серебряная птица и именно с него принято начинать историю ракетопланов проект разрабатывался в германии в конце 1930-х начале 1940-х годов по замыслу автора самолет мог подняться до высоты в 150 160 километров и облететь вокруг земного шара или приземлиться использовались некоторые идеи эйдена зенгера ракетоплан должен был выводиться на орбиту при помощи ракеты титан он мог совершить один или несколько витков вокруг земли дайна сон стал первым проектом многоразового космического два основных компонентов гиперзвуковой самолет разгонщик поднимался на заданную высоту где от него отделялся еще один самолет меньше размера включался ракетный ускоритель и корабль уходил в космос он получил название орбитальные официально стартовала в сша в 1973 году а первый полет корабля колумбия состоялся 12 апреля 1981 года челнок запускался в космос при помощи двух твердотопливных ракетных ускорителей и кислородного дородного двигателя катастрофы проект спайс шаттл был завершен в 2011 году советский многоразовый корабль бурар вышел в космос единственный раз 15 ноября 1988 года но эра космических ракетопланов на этом не закончилось свои корабли многоразового использования поэкспорта а а Ты еще говори. Сколько здесь клеток? Меньше. Мамахаха. Мамахаха, а на конкурсе? Ну ладно. Попитально. А где у нас? Класс, папа, да? А здесь всяких ручков. Кнопка. Вот это вид из окна Бурана. Кажется, что Буран там кофе еще, да? Нет. Честно, не прав. Буран, не манерно. Дел дни жилья, сенов-порочный курс. Крен на правую банку. Крен на левую 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 банку. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok